Заражение вирусом COVID-19 происходит воздушно-капельным путём. При чихании, кашле, даже просто во время разговора, если вы стоите достаточно близко. Вирусные частицы могут путешествовать по воздуху на расстоянии до 1 метра, а дальше оседают на поверхностях. Так что заразиться можно ещё и если вы коснулись такой поверхности, а потом дотронулись до рта, носа или глаз. Через верхние дыхательные пути вирус попадает в организм, появляется кашель и высокая температура. Затем он может спуститься в нижние отделы дыхательного тракта и вызвать пневмонию, прогрессирующую дыхательную недостаточность. Такое тяжёлое течение болезни, а также летальные случаи, чаще всего встречаются у людей старше 60 лет. Ещё в группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, хроническими респираторными заболеваниями, например, эмфиземой лёгких, онкобольные. В общем, чем вы моложе и здоровее, тем меньше шансов у вас заболеть и получить серьёзные осложнения в случае инфицирования. Коронавирус он потому и коронавирус, что у него есть корона. Это такие шиповидные отростки, в которых спрятан специальный белок S-протеин, благодаря которым вирус проникает в клетку. Они работают как отмычки, цепляются за соответствующие рецепторы на поверхности клетки, обманывают клетку, та принимает вирус за своего, и готово. РНК вируса впрыскивается в клетку. И тут же инфицированная клетка превращается в фабрику производства вируса. Потом новые готовые вирусы выходят из клетки хозяина, чтобы внедриться в следующие клетки. И тогда...